Привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Клаунбокс World Travel. Меня зовут Анастасия, и я буду рассказывать вам о своей жизни, о своих поездках, о передвижениях, о каких-то, может быть, новостях интересных. Какие-то видео буду, конечно, добавлять, может быть, такие хайповые, когда что-то где-то происходит. Ну, то есть, очень много всего на канале будет у меня. Подписывайтесь, и если нам по пути, то будет здорово. Конечно, я стараюсь делать контент, который бы, может быть, пригодился людям. Ну, и одновременно мне нравится просто делиться тем, где я нахожусь, где я бываю. Моя профессиональная деятельность связана со многими поездками. Иногда я нахожусь в поездках по долгу, в командировках. И, может быть, даже от какого-то одиночества, потому что очень много передвигаюсь. И нахожусь, и живу по долгу в разных даже странах. Вот. Но мне вот вы нужны. Так что вам тепло и поцелуйчики из теплой Франции. Вот. И сейчас, прямо вот сейчас воскресенье, я иду, схожу на рыночек и покажу вам немножко рыночек, на который я утром, ну, утром, днем сейчас пойду. Рынки очень распространенная такая темка во Франции. В каждом городе, если большой город, то в каждый район, даже иногда три раза в неделю приезжают такие вот передвижные рынки на колесах. Освобождается какая-то площадь в этом районе или в городе центральная. В определенные дни и часы, обычно рано с утра, к 12 уже все разъезжаются к часу, вот, проходят рыночки. И, конечно же, там очень много представителей разных фермерских хозяйств частных. И люди очень любят именно затариваться на этих рыночках, потому что там все свежее и даже дешевле, даже дешевле, чем в больших вот ритейл-магазинах, гипермаркетах, таких как... Вот здесь распространенная сеть магазинов, это Ошан, как пишется Ошан, но звучит по-французски Ошан. Потом Леклерк и... ну и разные тут еще Кассино, потом Альдишка такой дешевый, Лидл. Это уже как бы гости-гости здесь, так скажем. Вот, и рынок люди очень любят, там недорогие товары сезонные, продукты, овощи, фрукты всегда замечательные покупают прям даже вот там на 2-3 дня. Конечно, французы не очень любят впрок покупать, потому что, ну, может быть, еще специфика климатических условий, как бы, ну, смысл хранить вещи. Вот, предпочитают многие европейцы и везде так предпочитают свежее. То есть, они не варят там супы, которые стоят, они не готовят горячую еду, которая бы стояла и меняла свой вкус. Они все предпочитают вот такое. Сейчас сделали, поели, все, убрали, выкинули. Вот, и сейчас очень жарко во Франции, около, доходит до 40 градусов. Август самый жаркий сезон. Вот, и, например, город Лион, он практически опустел, потому что все жители стараются уехать из большого города отдыхать. Французы заранее планируют свои вакансы. У них очень круто развита именно вот такая вот культура проведения своих выходных. Они, у них, они проходят эти выходные, как это, отпускные дни, может быть, по две недели, по три, иногда и больше, даже несколько раз в год. Но вот в августе обязательно все куда-то разъезжаются хотя бы на две недели. Едут французы сами там в Нормандию, там где попрохладнее. Ну, в общем, Франция очень богата красивыми местами и совершенно разными, разными ландшафтными картинами и так далее, и так далее. Вот, но, и поэтому даже фермеры уезжают на вакансы. И поэтому сейчас мы увидим, что мы не увидим большого ассортимента мяса, там сыра. Вот в эту жару фермеры тоже отдыхают. Вот, они вот именно в августе не продают много мяса и вот мясных продуктов и сыра. Вот, именно на рынках. Это про фермеров я говорю. Но зато там много именно сезонных овощей и фруктов. Давайте посмотрим. Так что пошли на рынок, поехали. Ну, и вот так вот выглядит такая небольшая площадь для рыночка, которая освобождается именно по определенным дням на рынке. Вот туда вещевой рынок и вот тут перекрываются машинами все. А вот здесь разная, ну вот, начиная с картошки. Картошка у нас. Евро 50 килограмм. Такая картошечка, наверное, уже свежая, симпатичная. Вот тут, кстати... Тут, кстати... Евро 50. Все по евро 50, кстати. Поэтому шум килограмм. Поэтому набирают даже все вместе, вот в один тазик, как мужчина. Все вместе набрал в один тазик. И все в одну цену. Видите, какие перчики красивые. Ну вот, вот эти большие. Ну тут, конечно, выбирать надо. Но тут дешево сразу, вот при входе. Вот такой еще. Такой практики, что к концу рынка, а я пришла именно к завершению рынка, такой практики нету, что... Какой фото, мадам? Нет? Фото? Репортер. Турист. Окей. Вот эти баклажанчики тоже. Эти. Баклажанчики тоже по евро 50 килограмм. И тут все. И вот такие помидорки. Лимончики немножко страшненькие. О, виноградик появился. Евро 50 килограмм виноград. Только откуда он, я не знаю. Ну так вот, обычно, там, в Турции, например, к завершению работы рынка, а сейчас уже 12 часов, сейчас уже будут собираться сейчас все. Обычно цены еще меньше становятся. Но здесь такой практики нету. Тут вот как стоит, так стоит. Так, фиг, фиг. Вот, смотрите, фиг. 2,95 килограмм. И надо же, вот набирают. Набирают. Надо попробовать. Бананчики. Тоже евро 50. Вот здесь вообще все по евро 50. Тут арбузик. Арбузик евро 20 килограмм. Вот такой хорошенький. Можно пробовать евро 20. Откуда он, не знаю. Но они обычно пишут. Базма, Синдрия, примеры. Не знаю. Так, что тут еще? Вот с этой стороны. Вот пучок. Два пучка салата больших. Один евро. Вот эта женщина всегда так. Бонжоу. 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 А, merci beaucoup. Он говорит, это... Он говорит, это не для телефона. Это для... Это для... Для еды. Не па пур ле манже... Телефоны пур ле манже. Вот такая классная капустка, кстати. Один кусочек. Два евро. Так, сейчас еще туда пройдем. Он говорит, это... Это говорит, не для телефона, а для... Для того, чтобы вы ели это. Тут картошка вот такая. О, какой, видите, сидит большой. Большой. Так, чесночок. Лучок евро. Картошечка. Сейчас все посмотрим. О, лук-порей. 2,50. 2,50 килограмм. Тыковка разрезанная. 2. 2 евро. Вот такие. Ой. Уронила картошка. Сейчас я уронила тут эту. Хочу еще показать вот эти помидорки. Красивые, большие. Вот эти 2 евро. Килограмм. Ле кило. Маленькие помидорки. Евро, 50 килограмм. Кабачки. Да? 2 евро килограмм. Вот тут сливки. Вот такие вот такие. Франц. Пишут Франц. Вот сливы, да, они очень любят. 2 евро. 2 евро. Вроде как. Кило. Или. Нет, это все по 2 евро. Вот это вот тарелочка. Ну, может, там килограмм. По 2 евро тарелочки. Вот тут эти. Авокадо. Да, да, это 2. А, доплату, это значит 2. 2 плато, 3 евро. То есть, вот 2 таких. То есть, 8 авокадят будет стоить 3 евро. Ну, здорово. А, ну, это, кстати, уже, я думаю, перед закрытием они. Так, предлагают. Вот еще немножко. Да, виноград появился. 2,40. Вот там виноград. Так. А, дыньки. Дыньки уже отходят. Французские дыньки. У меня есть видео на канале, где я дыньки снимала, пробовала. Именно французские. И рассказываю про них. Посмотрите. Вот такие баклажаны. Белые. Красивые. Вау. Белый баклажан. И синий. Красивый. 2,50 евро килограмм. Кабачки. И вот такие уже покручки какие-то красивые помидоры. Это, видите, они такие большие. Это все во Франции растет. И уже оно сейчас. Томаты. 3,90 килограмм. Но это крутые томаты. Картошка. Так. Не стесняюсь немножко, конечно, людей. Какие-то что-то большие. Даже не знаю, кто это. Огурцы, что ли. Гигантские такие. Тоже евро 50. Непонятно что. Плато. Плато. Здесь, наверное, все в плато. 1 килограмм 3 евро вот эти вот помидорки. О, какие красивые. Черные перцы. Какие красивые. 2 евро ле плато. Эти красивые перцы. Это все очень вкусно. Надо вот это тушить все. Вообще одно удовольствие. Баклажаны. Я раньше так любила баклажаны. Но баклажаны надо мне, кстати, купить, попробовать. Потому что, ну вот, в России я то, что баклажаны последнее время пробовала, это было очень невкусно. Не сравнить с тем, что раньше было в советские времена. Тут по плато, то есть вот такой тазик. Не знаю, полтора вроде евро написано. Ну, тоже здесь тоже покупают. Так. Бананчики. Бананчики евро пенсия. Бонжур, мерси. Банан? Абиджон, абиджон. 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 Да, ну, в общем, вот. Ой, какие большие помидоры. Сейчас я вам покажу, какие. И вот это нормальные совершенно помидоры. Вот это да. Давайте я это. Сфотографируюсь. С таким помидором. Да, классно. 1 евро, 2 секунды, 1 секунды. И вот это. 2,5 секунды. Какие красивые. Но они, на самом деле, очень вкусные. Он вот так вот их переворачивает, что они лучше. Да, красиво. Мерси. Доброе утро. Говорит, доброе утро, добрый вечер. Красиво, красиво. Так, ну, капусточка. 3 евро. 3 евро что? Одна штука. Как-то они их объединили. О, какая красивая тыква тоже. Красиво, красиво. Вот, шу, шу, это капуста. 2,50 евро. Вот это 2,50, это 3. Не знаю, чем отличается. Шанадахи Чан. Вот, он с прудом. Короче, по-моему, евро 60. Евро 60 килограмм. Видишь, такие красивые тыковки. Здорово. Так, ну, арбузик, да, я возьму. Ну, вот здесь тоже такой загончик. И тут очень очереди даже большие. Вот там пастек. Это арбуз. Вот там 0,99 центов пастек за килограмм. Фиги тоже. Клубника. Инжир вот появляется. Я очень люблю инжир. Прям обожаю просто. Я фанат инжира. Но сейчас не знаю пока, сезон, не сезон инжира. Начинается он только. А вообще будет еще французский инжир. А еще я вообще слышала, что инжир, он вообще плодоносит. Как бы волнами. Два года через один, потом как бы отдыхает как-то так. Вот тоже эти фига. Персик. Евро 50. Персики. Ой, вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Мохнатенький. Да, вот то, что мне говорили, что вот это не мохнатенький. Это нектарин или слива. А что это вообще? Вот фиги. 6,90 килограмм. Дороговод. А, нектарин. Нектарин, да. Мерси. Евро 80. Ага. Катр ван. Катр ван это 80. У них счет идет, знаете как, 80, это дословно переводится 4 раза по 20. Катр ван, ван 20, катр в 4. То есть 4 раза по 20 это 80. То есть вы знаете, да, что и французы еще и великие математики. Они моментально считают денежки. Евро 50 за плато. То есть, ну вот смотрите, вот такое. Плато это вот тазик. Такой тазик стоит евро 50. Вот моя рука. Вот тазик. Вот морковка тоже евро 50. Так, ну тут килограмм. Ой, какой чесночок интересный. 2,90 килограмм. 2,90 килограмм. Ну, по-моему, тоже почему. Ой, какой он остренький. Тоже интересный. Я, кстати, на колоку. Какими-то маленькими этими. Так, ну вот. В общем-то так посмотрели приблизительно, да. Вот тут много. О, я хочу. Мне нужно вот эти лайм-анчелло. 2 евро килограмм. Вот лаймов я возьму. И арбуз возьму. А я здесь и возьму тогда. Сейчас я прогуляюсь еще и возьму все лаймы и арбуз. Так, нектарин. Евро 80 килограмм. Ну, тут всякие сухофрукты. Вот медик мужчина продает. Что-то за медиком очереди нету. Ну, ладно. Ну, вот в этой стороне мне почему-то не нравится. Хотя вот тут что у нас тут? Нектарины? Мне тут не очень нравится, потому что у них цены попрятаны. И они как-то говорят, подходишь, надо спрашивать. Я так не люблю. А вот красивые арбузики. Ну, арбузики мы тоже посмотрели. Вот видите, уже все. 12 часов. Сейчас. 12 часов 12 минут. И уже люди собираются. Тут даже вот все уже к 12 часам. К часу уже все разобрали. Видите, курочки. Еда. Вот тут обычно целый вот этот вот. Огромный. Огромный такой, полный. Готовят. Видите, моя рука какая маленькая. Какая он большая и красивая. И готовят вот такую паэлью с креветками. Спасибо. Смотрите. Вот. И все у них разобрали. Всех курочек, куриша. Ой, какое, конечно, это изобилие. Вот видите, какие они все красивые. Видите, какие красивые. Овощи, фрукты, виноград пошел, да, груши, яблоки уже. Это тоже французские все яблоки. Яблоки очень сладкие. Вот эти, кстати, маленькие арбузы тоже очень сладкие. 3 евро килограмм. Это не дешево. Я вот попробую. Хорошие. Я люблю вот эти маленькие арбузики кругленькие. Они вообще замечательные. Они еще, по-моему, без этих, без косточек. Сорт такой. Ну, вообще круто. Да, классно будет. Ну, не дешевый. Да, без косточек. Не знаю, как он называется. Давайте посмотрим. Сейчас. Сейчас попробуем разобрать. Ну, как-то название тут есть, но я не могу прочесть. А спрашивать мне немножко лень. Да, очень вкусный арбузик. Вот эти они любят тоже тушить, притушивать. Стручочки бабы. О, видишь? Вот они любят. Они полезные. Ага, merci. С картошечком. Папом дезер. Евро 50. Классный. Классный. Этот классный. Видите, какой все. Аж процветание такое. Ой, какая классная тоже это. Там появился винодрадик, я вижу. Ну что, посмотрели вы рыночек. А, еще сейчас покажу. Погоди. А, еще вот тут всякие. Ну, это такие из Марокко, наверное. Вот финики. Вот это все. Быстренько пройдем. Вот такие финики. Ну, здесь тоже все очень вкусно. Я люблю. Вот разные виды изюма. Я иногда вот в этом магазине тоже покупаю. Вот эти орешки. Давайте посмотрим. Евро. Евро 80. Ну, это дорогое. Как она вес золота, да? Евро 80 за 100 грамм. Миндаль. Но он, понимаете, он очень свежайший и вкуснейший. Так, вот эти аж 2,50. Наверное, тоже очень свежайший и вкуснейший. 2,50 за 100 грамм. Грецкий орех. Писташ 3 евро. Фисташки 3 евро. Чищенные. За 100 грамм. Очень вкусные. Это, ну, я их называю, белочкины. Фундук, да? Фундук орешки. 1 евро 80. Тут в кунжуте обваленные какие-то. Я вот это тоже люблю. Тут сублимированные, высушенные овощи. 2,50-100 грамм. Вот оливки обалденные. Я всегда тут беру. Оливки я не помню. Сколько стоит оливки? Так, цены... А, вон, все оливки, в общем, 3,95 за 500 грамм. Да, оливки. Все на выбор. 3,95 на 500 грамм. Я возьму вот это. Очень вкусные. Ну, тут и бесконечно. Вот оливки вообще, моя любовь, я все их могу есть. Но они остренькие, конечно, у кого желудок не воспринимает остроту. Это чистота света этого. Она такой дает помехи. Если другую частоту кадра установить, будет по-другому. Оливки обалденные. Вот нектарин. Здравствуйте, мадам. Евросемия. А, буты. Бонжурни. Бенвене. Подобро. Бенвизи. Подобро. Монтром, муа. Секи, ты пара вики. А, ешь, ешь. Турни, камера, турни. Для меня? Да. Да, гео, гео. Нет. Валла, гео. Такие веселые. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Весь виноградик какой уже пошел. Ну, такие веселые, да. Ну, это все марокканцы привозят. Я оливку ем. Очень вкусно. тут тоже вот еда такая пакистанская индийская вот такая но вкусненькая но один раз я здесь взяла йогурт что-то ой красиво вон они делают лишь здесь прям в печке прям в печке лепешки вот эти люблю за шпинатом диски и вот эти еще вам сейчас покажу красивые какие о какие красивые баклажанчики я в детстве так любила баклажаны и в цвет вот необычный вкус не мама готова когда была маленькая вот эти красивые перчики и томаты конечно томаты такие огромные ну что прогулялись сейчас я пойду куплю себе арбузик что-нибудь вкусное подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо за просмотр и благодарю благодарю за подписку за вовлеченность за активность ну и вообще если вам интересно конечно смотрите все целую безу-безу до новых встреч